Рискуют стать близорукими. В группу риска входят все дети школьного возраста. Дети, рожденные недоношенными, и те, чьи родители близоруки. В норме, когда мы смотрим вдаль, мышцы глаза расслабляются, а когда фокусируемся вблизи, напрягаются. Однако из-за неправильного образа жизни глаза привыкают работать на одном и том же расстоянии. Связки перенапряжены, и хрусталик из плоского может стать выпуклым. Придите в фитнес-центр, в спортзал, возьмите штангу и постойте с ней на вытянутых руках. Как долго вы простоите? Нет, недолго. Начнут мышцы сокращаться, руки начнут трястись просто. Так вот и глаз. Он не может смотреть все время на одном расстоянии. 30 сантиметров, 40, 45, ну монитор 50. Он там просто кричит «СОС», только его никто не слышит. А потом мы получаем близорукость. Мы не можем смотреть вблизи. Современным школьникам очень трудно давать советы. Автальмологи отмечают, что дети сильно загружены. Большое количество уроков, домашних заданий и занятия с репетиторами дают колоссальную нагрузку на зрение. Чтобы все успеть, старшеклассники часто отказываются от физической нагрузки. А ведь именно она помогает исправить ситуацию. Глаза отдыхают во время плавания три раза в неделю, во время тенниса большого и малого, во время велосипедных прогулок, прогулки на лошадях, пожалуйста. Бег трусой. Можно просто ходьба. И обязательно с родителями, всей семьей выезжать в лесную зону, дышать свежим воздухом. При этом офтальмологи советуют гулять в дневное время суток. Существует мнение, что в темноте зрачки расширяются и начинает работать периферическая сетчатка. Таким образом, близорукость может только усилиться. Также, чтобы сохранить зрение, полезно делать гимнастику для глаз и держать спину ровно. Очень полезное упражнение для шейного отдела позвоночника. Следить учителям надо за правильной осанкой в классе. Дети сутулые, дети уже со сколиозом в раннем возрасте. Это все влияет на развитие органа зрения. Глаз растет до 16-17 лет. Поэтому родители должны быть очень бдительны. Офтальмологи отмечают, что чем прямее спина, тем лучше кровоток в голове. А значит, тем легче глазу и мозгу получать необходимый для жизни кислород. Стоит также отметить, что на прием к специалисту нужно ходить как минимум один раз в год. Ведь вовремя сделанная диагностика может помочь вернуть стопроцентное зрение.